Всем привет, меня зовут Амир Касенов, я главный редактор информагентства Кастак. В ближайшие минуты я расскажу вам о главных событиях минувших двух дней. Прежде чем я начну, прошу вас поставить лайки сегодняшнему видео, потому что чем чаще вы это делаете, тем активнее YouTube продвигает наш канал в своих рекомендациях. Поехали! Сегодня стало известно, что завтра, официально стало известно, что завтра, президент Казахстана Касым Жумар Тукаев выступит с посланием к народу Казахстана. Об этом сообщили в Аккурде. Глава государства Касым Жумар Тукаев 1 сентября выступит с посланием к народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Наряду с депутатами Мажориса и Сената, руководителями центральных государственных органов мероприятий, примут участие члены национального Курултая, комиссии по правам человека, национальной комиссии по делам женщин и семей на демографической политике, представителей общественности и трудовых коллективов. И в преддверии вот этого события, в преддверии анонсируемого неофициально, анонсируемой неофициально отставки правительства, журналист Асет Матаев поговорил с финансовым консультантом Расулом Расмамбетовым касательно того, возможно ли отставка правительства и вообще, что происходит у нас в экономике. Очень большое интервью, ссылочка на это интервью есть тоже в материале, который я вам представлю. Я для вас отобрал один из них, где вот Расул говорит о том, что в Казахстане полстраны как Жануозем, полстраны как Экибастус, а правительство все время в шоке. Возвращаясь к Алматы, я не знаю, что будет дальше с городом, но я также не знаю, что будет с Астаной, Туркестаном, Актау, где тоже скоро будут проблемы с водой, а Мангистау это сплошная проблемная вода. И Каспий отступает, и с опреснением они не могут решиться, сколько им нужно. У нас начинаются семилетние засухи, здесь много вопросов, эти вопросы стоят перед следующим примером. Нынешний пример, он очень пожарный пример, потому что сразу, как пришел после пандемии, потом война и нынешнее правительство постоянно находится в шоке о каком-то. С утра приходят новые новости, то терминал, через который мы в Новороссийске экспортируем нефть, какие-то экологические вещи происходят и все эти накопленные проблемы, технически часть страны у нас как Жанаузен, часть как Экибастус. Например, 22 теста у нас в частных руках находятся. Я не знаю, что показал аудит, я как гражданин Казахстана не знаю, что на этих тестах происходит, сказал Жас Мамбетов в интервью журналисту Асету Матаеву. Как обратил внимание Матаев, последняя зима показала, что 6-7 тестов были с большими проблемами. Я не хочу ничего говорить, но думаю, что этой зимой железобетонно будет какая-то авария на тест. Не специальная, просто уже ветхость есть, и как трубы прогнили, так и терпение у людей иссякло, сказал эксперт. Может быть, одному из олигархов, которому там принадлежит ТЭЦ, стоит свою яхту продать и вложить эти деньги в ТЭЦ, а не брать у государства там за один тенге продавать, поинтересовался Матаев. А я не знаю, почему государство купило за один тенге. Кто пролоббировал это решение, поинтересовался финансист. Еще и государство будет вкладываться, отметил Матаев. На экибастуз выделили 16 миллиардов тенге. Если вчера начали, то только к декабрю закончат. Вот к этим решениям у меня вопросы. Прозрачность принятия государственных решений часто оставляет желать лучшего. Я не понимаю, допустим, кто купил за один тенге. Почему купили? Из каких расчетов? Цифры. У нас есть такая Годунова, она все знает, все видит, понимает. Представитель счетного комитета. К ее аудиторской палате есть вопрос. Они часто не бизнесово подходят к проверке, допустим. Но суть они улавливают верно, сказал Расмамбетов. Расмамбетов поделился мнением, что люди, которые были в хороших отношениях со Старым Казахстаном, успели выстроить хорошие отношения и с Новым Казахстаном. Касательно обозначенных терминов, надо делить на неприличный и приличный Казахстан. Также он считает, что слушания по атомной электростанции в Улькене были явной профанацией и высказался против строительства АЭС теми, кто организовал указанные слушания. Кроме того, по его мнению, из-за ошибок при деолигархизации Национальный фонд Казахстана может потерять 20 миллиардов долларов. Помимо этого, эксперт считает, что Казахстан будет один большой жан-аузель, если не перестать воровать. Расмамбетов также считает, что текущие методы изъятия денег из национального фонда Казахстана это черная дыра и нужна финансовая дисциплина. Премьер-министром в Казахстане, по его мнению, должна быть кризис-менеджер, умеющий считать деньги. Также эксперт сообщил, что Казахстан теряет инвестиционную привлекательность. Все это есть вот ссылочка на ютубе, где размещено это интервью, тоже есть в данном материале. Ссылка на этот материал есть в описании к сегодняшнему видео. Заходите, смотрите. Более 30 жалоб о пытках со стороны полицейских поступило в прокуратуру Туркестанской области, сообщают наши коллеги из регионального издания Отерар. С начала года в надзорный орган Туркестанской области поступило 36 жалоб о пытках и практически во всех обвиняют сотрудников полиции в зла употреблении власти. По словам заместителя прокурора Туркестанской области, пытки проводили самыми разными способами, сообщает издание со ссылкой на областную прокуратуру. Заместитель прокурора Туркестанской области Саэт Кельдебеков отмечает, что полицейские превышали свои полномочия, многие из них получили от 3 до 6 лет колонии Надевали на голову пакеты, избивали, оказывали психологическое давление Говорят, возьми на себя все или в ином случае на тебя повесим еще преступление Оказывают давление, якобы угрожая близким и так далее Бывали заявления, где потерпевшие говорили, что на них пытались надавить и обвинить в других преступлении, дать против показания Это все нарушает права человека, мы должны следовать закону, конвенции ООН и других правил, но нарушение есть, говорит Саэт Кельдебеков Казахстан в июле оказался лидером по инфляции среди постсоветских государств Об этом сообщает телеграм-канал Геостатистика Люди могут смириться с низкими или отсутствующими ростом ВВП Не смотреть на ключевую ставку, но отгородиться от роста цен в магазинах мы не можем Рост инфляции одна из ключевых проблем, с которыми сталкивается именно население Говорится в описании к представленной инфографике Согласно диаграмме, в тройке лидеров антирейтинга оказались Казахстан с инфляцией в 14%, Азербайджан в 12,2% и Украина в 11,3% Замыкает список Армении, где цены даже снизились в среднем на 0,1% Более 18 миллиардов тенге готовится потратить на стадион власти Казалардинской области Заказчик Управления строительства, архитектуры и градостроительства Казалардинской области Наименование работы по возведению строительства нежилых зданий и сооружений Дополнительная характеристика строительства стадиона на 7 тысяч посадочных мест в городе Казаларда Казалардинской области Привязка Плановая сумма 18 миллиардов 399 миллионов 671 тысячи 740 тенге, говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок Предварительный прием заявок пройдет в период с 6 по 21 сентября Ну, касательно этой новости, в целом, я так понимаю, что у нас на повышение качества жизни, на повышение доходов денег может не быть в стране А вот на строительство стадионов по 18 миллиардов тенге, деньги очевидно есть Если бы их не было, то на какие бы деньги заказывали такой стадион Российский артист Максим Галкин столкнулся с проблемой проведения концертов в Казахстане У меня есть проблемы с проведением концертов, это как ни странно Казахстан, причем на государственном уровне Всячески препятствует проведению моих концертов в Астане и Алматы И мы уже несколько месяцев бьемся за проведение этих концертов, сообщил артист Максим Галкин в своих социальных сетях Он отмечает, что продажа билетов стартовала, однако после со стороны властей Казахстана стали появляться, как он говорит, какие-то выдуманные причины Наверное, чем-то я страшен так властям Казахстана, что так испугались проведению моих концертов Но вот на данный момент на уровне государства есть запрет на проведение моих концертов И это очень жаль, потому что я обожаю Казахстан Я обязательно когда-нибудь приеду в Казахстан, но не в этот раз, потому что власти делают все, чтобы эти концерты им не состоялись, говорит Галкин В столичном управлении культуры редакции Костака ответили, что 1 марта 2023 года управлению культуры поступило письмо от директора ТОП-билет О проведении вечера Максима Галкина в центральном концертном зале Казахстана имени Розы Баглановой 8 октября 2023 года Однако в этот день был запланирован концерт в честь Дня Учителя И организаторам концертов Галкина было рекомендовано выбрать другие даты, либо другое здание Повторных писем от организаторов не поступало, но с учетом того, что концерт посвящен Дню Учителя В итоге планируется провести в другом концертном зале, то проведение вечера Максима Галкина При повторном обращении от организаторов оргкомитет готов рассмотреть Согласно действующего законодательства, ответили в управлении культуры Собственно, такими были самые интересные, на мой взгляд, новости минувших двух дней Я желаю вам удачи и только хороших новостей Подписывайтесь на наш канал, делитесь новостями И всем добра, всем пока